Наконец-то, наконец-то уже светит солнце, пришла долгожданная весна, и мы сегодня где? В Борисове. Привет всем нашим болельщикам. Давненько не выходила наша передача о закулисе наших матчей. И сегодня мы на городском стадионе города Борисова, и мы расскажем о том, как сегодня, по крайней мере, сыграет наш дубль. Вот это стадион, а вот это рынок. Сейчас мы тут пройдемся, посмотрим. В самом деле, я как будто вернулся на лет 10 назад, когда я, будучи школьником, вместе с мамой ходил по стадиону Динамо или по Черинскому рынку и выбирался в спортивный костюм на урок физкультуры. Такая ностальгия получилась. Прикольно, что тут все выполнено в желто-синих цветах. Все стилизовано под местных команд. Один город, один куб. Это здорово. Здорово, братишка. Я не поняла, что такое. Эра татуи. Если перекрасим, он умрет? Нет. Нет? Пищевой краской? Да. Правда, какие-то желто-зеленые. Сколько здесь можно провести? Полдня. Целый день. Когда-то в детстве наши мамы нас таскали по рынкам. Да, полдня мы с ними могли провести. Выбирая новые вещи. С тех пор я не люблю ходить по магазинам. Давай пойдем на стадион. Пошли быстрее. Совсем рядом, где ставятся автобусы и вход в раздевалку на заборе. Вот такая красота. Ну, конечно, время берет свое. Краска немного облезла и выцвела. Но все равно это очень красиво. Мне кажется, именно этого не хватает многим нашим стадионам. Ну, как и в целом нашим городам. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, собственно, о чем долго рассказывать? Про этот стадион уже было сказано очень много. Написано очень много. И не раз. И не мне вам про это рассказывать, я думаю. Так что, почитайте там архивы, посмотрите видео. Сами все поймете. Ну, ведь приезжайте, посмотрите. Место действительно историческое. Для любого, наверное, болельщика дворусского футбола здесь стоит побывать. Ну, что, привет, лучший стадион страны. На самом деле, лучший стадион страны еще не построен. Я имею в виду Динамский стадион. Когда-нибудь все-таки он будет построен. В следующем году его достроят. И туда обязательно вернется большой футбол. Но пока что мы с Борисовым. Самый главный матч страны нас ждет. Два часа до игры. Ажиотаж уже начинает чувствоваться вокруг Борисов арены. Если честно, то я даже немного нервничаю. Я нервничаю всегда перед такими матчами большими. По-другому никак. Сейчас мы пройдемся тут по кругу. Вот так вот. Такая круглая. И посмотрим, в принципе, чем живет Борисов в день игры. Еще немного удивляет расположение стадиона. Находится на самом въезде в город. Сам на самом въезде. То есть вокруг тут, грубо говоря, лес. Лес. Здорово, братва. Пацаны, за кого с меня болеем? За Батте. За Батте. А какой счет матч будет? В пользу Динамо, наверное. Нет. Почему? Три. Потому что они... Да, Динамо. Так кто сегодня победит? Динамо. Батте. Батте. Динамо. Батте. Динамо. Почему Динамо выиграет, как ты думаешь? Потому что у Батте нормальных игроков нет. А у Динамо? Есть. Стеечный нормальный. Антон Сорока, как думаешь, у него кол забьет? Да. Хорош, дай пять. Мы нашли своих болельщиков среди Борисовских. А если ничья... А я не ваш. А не наш? Мы его заберем к себе. А вы сами футболисты? Да. Да. Вы красавчиковы, да? Вы, наверное, через 10 будете сами играть на этом стадионе. Нет, не знаете больше. А через 15? Нет, будем. У меня 29. Добрый момент, Борисовский. Добрый момент, Борисовский. Борисовский. Главное, чтобы была цель. Я за тебя буду болеть. Баланс. Нам выпала редкая возможность... А это у вас что? Это селфи-палка. Редкая возможность посмотреть, как работает хорошая передача. Это новый формат. Б-б-блок? Б-б-блок. Б-б-блок. Б-б-блок в Динамо ДВ. А вы чего, тоже у вас свое есть, да? Да. У вас же раньше этот дохрик был, ведущая, поменяешь? Так это я. Ну ладно. А это мид-зона. У нас здесь кикат страсти после матча. И через мид-зону, через турнир-эк-блок, мы находим на поле. Здесь просто слова излишни. Просто посмотрите. А сколько сегодня камер будет? 6 на... 6-7. 7 плюс 10 тут у нас. Ну, камера не новая, но чем богато, тем и рад. Ну, здорово, здорово. И так, мы зашли в чашу специона. Именно здесь находится такая точка сбора болельщиков. Здесь вот выход на трибуны. Вот ассона, точки общепита. Что тут еще есть. Ну, всякие развлечения, надеюсь, разъедет встречу. Ну, в целом, здесь довольно комфортно, уютно. Так что я думаю, что зрители все-таки придут. Еще здесь очень хороший звук. Вы можете меня даже сейчас не слышать, потому что... Партустика просто перебивает все. Я думаю, что здесь можно играть концерт. И очень даже легко, интересно, бывали в случае, чтобы какие-то группы брали. Это чипсы самодельные, да? Русские блины, шоу-мак, кофе-чай. И даже пиво продается. Вы за кого болеете? Я прошел целый круг. Получается, по перилитку стадиона, наверное, через каждые 30 метров расположена какая-то точка с общепита. То есть голодным не останется никто. Детя, съемка запрещена. Ну, вы очень симпатичные, а мне понравились. Поэтому... Ну, как бы я... Мы застрашиваем вообще, как бы... И пиво продаете спокойно, да? Да, пиво. И пиво. Какие матчи? Да. Все наши профессионалисты. На самом деле их немало. А вон наш представитель что-то пьет. Очень хорошо выглядит. В завершении, так сказать, своего выступления хочется вспомнить с того Александра Гутера, который, когда только перешел в Премьер-лигу, почувствовал себя настоящим футболистом. Здесь такая же ситуация. Что вы чужели? Приехав на Борисов арену, понимаешь, что все-таки футбол у нас развивается, жив и будет жить. И будет процветать. И еще мы будем радоваться победам. Продолжение следует... Спасибо.